Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, братья и сестры! В эфире программа «Вреображение». Мы расскажем вам о наиболее важных событиях за минувшую неделю в церковной жизни Створопольской и Нью-Намыской епархии. Субтитры создавал DimaTorzok 21 апреля в неделе шестой Великого Поста, праздник входа Господня в Иерусалим, митрополит Ставропольский и Нью-Намыский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе Ставрополя. Его высокобрисвященству сослужили клирики кафедрального храма. Разделить молитву с архипастерем пришли многочисленные верующие. Во время богослужения правящий архиерей рукоположил выпускника Ставропольской духовной семинарии, чтеца Сергия Рулякова в Сан-Диакона. ПЕСНЯ ПЕСНЯ После литургии принесенные верующими вербы окропили освященной водой. Именно этим праздником заканчивается Великий Пост. И уже с понедельника началась Страстная Седмица – особая подготовительная неделя к светлому празднику Пасхи. Каждый из дней этой Седмицы именуется Великим. 24 апреля в среду Страстной Седмицы митрополит Ставропольский и Нью-Намыский Кирилл совершил последнюю в этом году литургию преждесвященных даров в Андреевском соборе Ставрополя. ПЕСНЯ Богослужебное песнопение исполнил хор Ставропольской духовной семинарии. 25 апреля, Великий Четверг, митрополит Кирилл совершил божественную литургию во Владимирском соборе Краевой столицы. За литургией многочисленные верующие причастили святых христовых тайн. В этот день церковь вспоминает Тайную Вечерю – последнюю трапезу Иисуса Христа с апостолами накануне его страданий. Именно в Великий Четверг Господь установил главное церковное таинство – Евхаристию, во время которой верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные тела и кровь Христовы. Вечером этого же дня правящий архиереи епархии совершил утреннюю Великой Пятницу с чтением 12 Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Это 12 отрывков Нового Завета, в которых рассказывается о предательстве Иуды, суде над Христом и распятии Спасителя. Во время чтения Евангелия верующие стоят с зажженными свечами, показывая этим, с одной стороны, то, что слава и величие не оставили Господа и во время его страданий, а с другой стороны – горячую любовь к своему Спасителю. По традиции, после утренней верующие принесли домой свечи, с которыми они молились за богослужением. 26 апреля, Великую Пятницу, день, посвященный воспоминанию святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, митрополит Кирилл совершил вечернюю с выносом плащаницы Спасителя в Казанском кафедральном соборе Ставрополя. Его высокопресвященству сослужили клирики кафедрального храма. В конце вечерни из алтаря на середину храма была перенесена святая плащаница с изображением погребения Христа. В этот же день, в канун Великой Субботы, владыка Кирилл совершил утреннюю с чином погребения плащаницы Господа нашего Иисуса Христа. По окончании великого словословия с пением погребального святы Божия был совершен крестный ход с плащаницей вокруг Казанского собора. По завершении крестного хода перед плащаницей были прочитаны пророчества о воскресении с книги пророка Езекииля, чтение из апостола об искупительной жертве, принесенной Христом, после чего митрополит Кирилл прочитал евангельское зачало о запечатании грубо Господня и приставлении к нему стражем. С рабочим визитом Ставрополь посетил исполняющие обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи протеерей Кирилл Сладков. 14 апреля он провел встречу со студентами Северокавказского федерального университета. Темой встречи стал поиск духовных ценностей среди молодежи. Цель моей встречи со студентами и как в целом с молодежью – это возможность поделиться опытом церкви, опытом жизни, святоотеческими примерами, примерами святых людей и примерами из жизни наших современников о том, что живя с Богом, быть частью православной церкви – это значит развивать в себе и духовные основы, развивать творческие потенциалы, иметь возможность к реализации себя и в интеллектуальной сфере, и в спортивной сфере, иметь возможность заниматься социальными проектами. И на сегодняшний день наш Синодальный отдел пределам молодежи в Русской Православной Церкви реализует подобные проекты на территории России. И я сердечно благодарен руководству университета за мою возможность встречи со студентами, возможность поделиться и лично своим опытом, и призвать ребят в думченном, серьезном и ответственном отношении и к своей жизни, и к окружающему нас миру. Московский спикер рассказал о том, что по всей России действуют православные молодежные клубы, и передал ставропольским студентам большой привет от их ярких представителей. В презентационном ролике были продемонстрированы те мероприятия, в которых участвовала и побеждала православная молодежь. Студенты активно задавали свои вопросы. Какой-нибудь ответ на свой личный вопрос ты получила во время сегодняшней встречи? Да, я поняла то, что нужно больше жить и для себя, и, конечно, и для общества, что нужно делать какие-то добрые дела, поступки. А уже через несколько часов протеерея Кирилла Сладкова ждали в Ставропольском филиале Московского педагогического государственного университета. Здесь он принял участие в закрытии курсов повышения квалификации. По благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кейла при поддержке Синодального отдела по делам молодежи в городе Ставрополь впервые в России прошли курсы повышения квалификации для руководителей епархиальных отделов по делам молодежи, епархии СКФО и их помощников. Можно сказать, что такие курсы такого формата проходят впервые в сотрудничестве с Ставропольским филиалом Московского государственного педагогического университета. Можно сказать, что особенность этих курсов является то, что курсы были специально разработаны под православную молодежь, специально разработаны под интересы епархиальных отделов по делам молодежи. То есть это мы не взяли готовые курсы и включили туда наших студентов, но мы разработали отдельный курс для наших студентов. Вместе с митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом московский гость вручал именные сертификаты. Но перед этим митрополит Кирилл еще раз подчеркнул важность духовного воспитания молодежи. Опять на чем строить, в том числе работу с молодежью? Да, можно и нужно говорить, применяя психологию, поэтому вы здесь, в педагогическом возле, применяя многое другое. Но вот как тоже говорил один из, и сетейший патриарх об этом не раз говорил, и другие замечательные люди, что все-таки просто посидеть с гитарой, поговорить красиво и хорошо с молодежью, для нас, для религиозных лидеров, этого мало. Он должен после этого прийти в храм, он должен исповедоваться, прочищаться, и тогда он еще до конца истинно меняться, менять свою жизнь, свои поступки и так далее. Вечером того же дня протеорей Кирилл Сладков встречался с воспитанниками Ставропольской духовной семинарии. 24 апреля во Дворце детского творчества города Ставрополя прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Городской думы. Депутатов с юбилеем со сцены дворца поздравил митрополит Ставропольский и невиномысский Кирилл. Владыка поблагодарил представителей власти за заботу о городе и стремление развивать его в лучшую сторону. Действительно небольшой, но очень серьезный срок. Мы строим новую Россию, мы строим новую страну. Но как очень справедливо, говорил Михаил Владимирович Кирилл, о том, что мы должны опираться на все те поколения, все те достижения и царской России, и советского периода, которые дошли до нас. И более того, мы должны вовлекать все общество, независимо от национальных, религиозных, политических и других взглядов. И, конечно, большинство нашего общества здорового, и оно готово работать, трудиться, и мы готовы также идти и делаем все, что можно. И, конечно, будущее, будущее – это и дети, но не нужно забывать и о пожилом населении нашего города, которые все это создали. За вклад в сохранение духовно-нравственных христианских ценностей и популяризацию историй города Ставрополя митрополит Кирилл вручил председателю Ставропольской городской думы Георгию Калягину епархиальную медаль «Ставропольский крест» третьей степени. Также владыка вручил ряд архиерейских грамот. Дорогие братья и сестры, братья-казаки, казачки, кадеты, позвольте сердечно от всей души поздравить всех вас со светлым праздником Святой Пасхи. Христос воскресе! Мы с вами, насколько смогли, прошли поприще Святаго и Великого Поста. И Господь по трудам каждого из нас дает особую радость в эти дни Святой Пасхи. Пасха напоминает нам о вечной жизни с Богом, который своей божественную силою через смерть уничтожил смерть и даровал нам жизнь вечную. Воистину воскресе, Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Христос воскресе, святый, святую, 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 всем вам, дорогие братья и сестры, желаем помощи Божией и благословения на предстоящую неделю. Да благословит вас Господь и сохранит нам многое лето. Спасибо, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok